Нас ударил с тыла наш старший начальник, предательский и подло, обезлаев армию в самый тяжелый и напряженный момент. Похоже, после мятежа Пригожина проблемы у российского командования не закончились, а только начались. В армии назревает бунт. Вчера вечером в сеть попала запись обращения командующего 58-й общевойсковой армии генерала Ивана Попова, который рассказал, что пожаловался высшему командованию на проблемы и огромные потери в российской армии от украинской артиллерии и был за это отстранен от командования. Попов прямо обвинил российское министерство обороны в том, что оно предательски и подло ударило в спину собственной армии. Сейчас уже можно об этом уверенно сказать. Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности. Прибыл генерал Антон Лямин, приступил к командованию армии. Я жду дальнейшую свою судьбу. Честно вам говорю, вознилась ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолонодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие сегодняшние в армии, по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрабатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовые гибели и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, выявили имя распоряжения и от меня избавились. Самое интересное, что это обращение выложил в своем телеграм-канале другой российский генерал и, между прочим, депутат Госдумы от Единой России Андрей Гурулев. И это очень важный момент, потому что это говорит о том, что бунтует и обвиняет Шойгу в предательстве не просто отдельно взятый какой-то нелояльный генерал, а значительная часть армии и российской власти, потому что Гурулев депутат. То есть, фактически, и в армии, и во власти серьезный раскол. И бунт Пригожина был только одним из симптомов этого раскола, и поскольку никаких проблем он не решил, кризис только усугубляется. Ситуация в российской армии, видимо, настолько плоха, что сдают нервы даже у отдельных генералов и у отдельных представителей партии власти. То есть, вот эта вот хваленая путинская вертикаль, которую так нахваливали, как Путин, значит, молодец, как он ее выстроил, она начинает рассыпаться прямо на глазах. То есть, если раньше люди там вели какую-то подковерную борьбу друг с другом, сейчас они уже перешли к открытой грызне, потому что, ну, видимо, положение совсем отчаянное, и других инструментов у них уже нет. Этот скандал уже выплеснулся просто на всю Россию. Пропагандист Соловьев в своей студии закатил настоящую истерику, он ответил на это обращение генерала Попова, и, конечно же, обвинил российского генерала в работе на врага. Теперь я отвечу, что я думаю по поводу судьбы генерала-лейтенанта Попова, уважаемого генерала, 58-й армии. Я считаю, что опубличивание его обращения – это шаг смелый и феноменально неправильный. Конечно, правду говорить надо, но здесь возникает вопрос. А всю ли правду надо знать нашим врагам? Вот сейчас вот это озвучивание – это хорошо или плохо? Тем более, что, еще раз повторю, Иван Иванович прекрасно знает, где, как и что, и каким образом он может донести до любого уровня власти в нашем государстве. Для меня крайне печально, что Иван Иванович, поддавшись эмоциям, решил таким образом отреагировать. Это большая ошибка. И большая ошибка моего друга, генерала-лейтенанта Гурулева, что он это опубличил. Я не знаю, давал ли ему добро Иван Иванович на это. В общем, можно уже утверждать, что в российской верхушке случился настоящий раскол. Причем все стороны обвиняют друг друга в предательстве и работе на врага. Одни говорят, что замалчивать проблемы – это работать на врага. А другие говорят, что озвучивать проблемы означает работать на врага. Короче, все предатели и все работают на врага. Ну а если серьезно, то понятно. То, что мы слышим, свидетельствует о том, что в российской власти развивается острейший кризис. И пока что российская власть не только не может его остановить, но наоборот, ситуация только усугубляется. Назрело огромное недовольство действиями российской власти, которые уже не стесняются открыто высказывать как внизу, так и на самом верху. О том, что в российской армии ненавидят Шойгу, уже открыто говорят буквально все. Вот я недавно, буквально пару дней назад, показывал вам интервью российских волонтеров Кривцовых из Курской области. И вот еще один фрагмент из этого интервью, где российские волонтеры прямо признают, что 90% российской армии негативно настроена по отношению к Шойгу, потому что в армии полный провал со снабжением. К Шойгу, конечно, ситуация абсолютно негативная. У всех? У всех. Ну, я думаю, 90% так точно. Почему? Потому что... Почему его терпит Путин до сих пор? Ну, это сложный вопрос. Сложный, очень сложный вопрос. Это вопрос, на который опасно отвечать, да? Ну, не то, что опасно отвечать. Предположения свои есть, конечно, какие-то, но... Про настрой. Настрой 90% против. За полтора года, ну, ничего ровным счетом не поменялось. По поводу оснащения войск, оснащения армии, ничего. В некоторых моментах даже стало еще хуже. Понятно, что вся эта грызня, которая превратилась уже в такое открытое выяснение отношений на самом верху, происходит лишь по одной причине. Потому что российская армия терпит провалы и неудачи. И на фоне этих провалов, неудач, поражений начинается поиск виноватых. Поиск крайних, на которых все в итоге можно списать. Понятное дело, что если бы российская армия успешно наступала, если бы для нее все развивалось по наилучшему сценарию, то такого бы не было. Наоборот, они бы там в едином порыве уже делили Украину. Но они получили в Украине по зубам. И из-за этого у них сейчас начинается грызня и развал. По сути, мы видим, как начинает рушиться, распадаться система Путина. Происходит разложение, разложение в армии, разложение в околовластных кругах. То есть различные группировки начинают грызться друг с другом. И фактически Путин мог бы это остановить, если бы просто прямо сейчас прекратил войну в Украине, которая уже понятно, что проиграна, уже понятно, что она ни к чему не приведет. Никакого смысла в ней нет, она зашла в тупик. Он мог бы прямо сейчас прекратить, оставить нас в покое, вывести войска и заниматься своей страной. Наводить порядок в России, разруливать эти конфликты и удержать как-то эту систему в состоянии стабильности. Но поскольку Путин психически болен, он реально больной человек, для которого убивать украинцев важнее, чем навести порядок в России, чем сохранять какую-то стабильность в России, то он, видимо, уже не успокоится, пока не доведет ситуацию до полного коллапса и пока все в России не рухнет. Во всяком случае, сейчас мы видим, что все к этому идет, и это не просто какие-то слова или домыслы, а это уже факты, которые видны всем и в России, и в Украине. Друзья, подпишитесь на канал, если не подписаны до сих пор, и оставляйте комментарии или лайки, это поможет видео получить больше охват и больше людей просто узнает правду о том, что на самом деле происходит.